Привет! Ребят, привет! Прямо сейчас я нахожусь в ресторане со своими друзьями из Таиланда и со своей супругой. Вот мои друзья из Таиланда. Нам как раз принесли еду. Привет! Они были недавно в России, уже несколько раз. И я хочу спросить их мнение насчет этой страны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, мы уже покушали. Сейчас будем спрашивать, много вопросов задавать. Джесси, скажи, сколько стран ты уже посетила? 53. Сколько раз ты уже была в России? Три раза. Какие города ты уже посетила? Москва, Сен-Свитасбург, Волгоград, Нурманск и Сыркия-Поса. Почему ты решила поехать в Россию? Первое, мы просто curious, как мы выглядим в России, потому что мы слышали много времени, мы говорили в стране. Мы решили поехать в Нурманск, чтобы видеть снег, видеть рендер, а потом видеть ноталейки. Как насчет еды? Тебе понравилась еда русская? Да, мы любили суп. Как это называется суп? Борж? Другой, с сахаром, с... Окрошка. Что это происходит? Окрошка. Как? С сахаром с сахаром, с аукой, сольянка. А, солянка! Солянка. Солянка. Ты любишь солянка? Да. И мне нравится салат, с салатом под львами. А, шуба. Что еще ты помнишь из еды? Момос. Пельмени. Пельмени. Хорошо, да? Тебе понравились русские? У вас не было никаких проблем с полицией? Нет. У нас тоже есть. У нас есть, куда идти. Это будет полезно. А для тебя не было слишком холодно? Конечно. Для нас это нормально. Потому что мы ехалили. Как насчет цен в России по сравнению с Таиландом? Если в Москве есть салат с Бангкопом, То есть, как каждый милей у нас есть салат, но если в Мурманске, то в Мурманске, то в Москве, то это гораздо дороже. Что ты знаешь о Путине? Президент. Мы слышим сейчас, что наш главный 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 Таиланд, у нас очень хорошая связь с Таиландом. Поэтому мы смотрим на него очень хорошо. Он очень... Для нашей стороны он очень сильный человек. Он может стоять против других больших. Это очень хорошо для нас. Что было, может быть, необычного, или особо запоминающегося в России? Что мне понравилось там, это арт-мюсеум, который в Сен-Фиттесберге. Есть много известных пантингов. И другой, в Москве, это арт-мюсеум. Есть много известных пантингов, которые мы уже изучили. Найс. Вы можете видеть очень близко, нет ни обуви. Вы можете выглядеть очень близко, очень близко к фотографии. Вы можете взять фотографии. Вы можете взять фотографии, это не проблема. Хорошо. И это очень тяжело, уходить в Таиланды. Кажем по-другому, очень тяжело. Да. Много русских, русскоговорящих людей приезжает в Таиланд. И что ты можешь сказать, вот есть какие-то различия между русскими, кто приезжает в Таиланд, и те, кто там живут в России, я имею в виду. Для нас, потому что, мы живем в Бали, в Таиланд, мы не видим русских, потому что, я живу в Бангкоке. Но если в Бали, из моего восприятия, я встретил русские, русские, для нас, нет проблем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ли, а ты? Пока-пока. Вот такое вот мнение моих друзей из Таиланды насчет России. Но они, люди сами по себе очень позитивные. Я даже не ожидал от них услышать что-то такое негативное в адрес русских людей, даже если бы что-то действительно случилось. Но тем не менее, их мнение вы услышали. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Все. С вами был Игорь Полтасов. И увидимся с вами в следующем видео. Не забудьте подписаться. Пока-пока.